Резонансный судебный процесс начался в Шамкенте. На скамье подсудимых экс-главный транспортник мегаполиса Мухтар Кокамбаев согласился на освещение судебного процесса с одним условием – не показывать его лицо. Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки от перевозчика. По версии следствия, Кокамбаев получил 13 миллионов тенге от предпринимателя за субсидирование перевозок. Обвинительный акт прокурор зачитывает около пяти минут. По данным надзорного органа, Кокамбаев требовал от руководства компании Тебас внушительную сумму. Гособвинитель утверждает, бывший главный транспортник Шамкента хотел приобрести новый автомобиль для себя. Представители частной компании пошли на сделку с Кокамбаевым и оставили деньги у него дома. После чего перевозчик, который сам дал взятку, решил заявить о правонарушении в антикор. Являясь руководителем управления транспорта, 10 июня во время отпуска в Алматы, Кокамбаев решил использовать свою должность в корыстных целях. Около трех часов дня Кокамбаев встречается на пересечении улиц Сейна и Раенбека с представителем компании Тебас Амреевым. Кокамбаев, понимая, что Амреев зависит от него, обещал за 13 миллионов тенге каждый месяц предоставлять перевозчику субсидии беспрепятственно. За эту сумму Кокамбаев хотел приобрести себе Таюту Камри. Амреев, понимая, что зависит от Кокамбаева, попросил коллегу Камбарова оставить возле квартиры Кокамбаева 13 миллионов тенге в черном пакете. В это время Кокамбаев как раз вернулся домой и взял деньги. Эти деньги во время обыска были обнаружены в доме Кокамбаева. В качестве свидетеля на судебный процесс пригласили главного специалиста отдела управления транспорта. Самата Нуржанова допрашивает и гособвинитель, и сторона защиты Кокамбаева. Всех интересует вопрос, как проходит процедура заключения договора с частной компанией. Свидетели отвечают на вопросы неуверенно и скованно. Социальные значимые маршруты, объекты, перчинки, формируются и составляются. Составляются тарифные комиссии. Тарифная комиссия образуется решением распоряжения Макима. В нашем случае ТЭБАС уже выиграл конкурс, да? Он обслушивает этот маршрут. Правильно? Уже у вас госмаршрут Ченегуанта и Гене субсидия обязательно положено. То что места? Если он так, конечно, может быть. Нет, нет, подождите. Уже причем с субсидией в начале, после выигрыша включается или нет? Или потом уже это дополнительный идет? Потом уже. Это дополнительный идет. Он маршрут выиграл, потом он уже подает заявку на субсидирование. Да. Пострадавшие стороны вместе с адвокатом на судебный процесс опоздали. Они зашли в зал суда в тот момент, когда свидетеля уже допрашивали. Кокамбаев не согласен с обвинениями. Он полностью отрицает свою вину. В суде его защищают четыре адвоката. При этом экс-главный транспортник Шымкента находится под подпиской о невыезде. В суд он приезжает из дома. Громкий судебный процесс в Шымкенте продолжается. Курки Масибалиева, Абзал Турабеков, информационная служба, телекомпания «Утрар». Лежимм «Утрар». «Утрар». «Утрар».